Итак, всем здравствуйте, товарищи! С вами снова Константин Калуцкий, и сегодня мы продолжаем наш разговор о сборной России по футболу, которая недавно узнала своих будущих соперников, сборную Таиланда и национальную команду Вьетнама. Причем отдельно хотелось бы отметить, что с Вьетнамом сыграет как старшая национальная сборная России, так и молодежка. И сейчас был объявлен расширенный список команды Карпина на ближайшие встречи. Список очень большой, список, который, скорее всего, будет сокращаться в том числе, возможно, в пользу молодежной сборной, потому что целый ряд футболистов, которые попали в список Карпина, они запросто могут перейти в молодежную команду и там сыграть с все теми же вьетнамцами. В общем, здесь еще нужно ждать сокращения, но, тем не менее, я решил разобрать основной вот этот расширенный подбор исполнителей, потому что здесь есть о чем поговорить, здесь уже даже есть определенные такие конспирологические теории, и мы их все так или иначе разберем. Ну и, конечно, я, как всегда, задам несколько вопросов тренеру сборной. Понятное дело, никакого ответа здесь не будет, но смысл в том, что это уже какой-то традиционный для меня формат еще со времен Станислава Черчесова. Так что разберемся с национальной командой и обсудим ее состав. Но сперва хотелось бы сказать, что я завел свой блог на платформе Boosty, где будет выходить эксклюзивный контент, которого не будет на Ютубе. В частности, там вы сможете получить мои прогнозы на все матчи российского чемпионата. А также на моем Boosty будут публиковаться ретро-ролики, посвященные выступлению российских команд в Еврокубках. И начнем мы с сезона 92-93 года, то есть после распада Советского Союза, на футбольный клуб «Авенир». И вот здесь, против этих полулюбителей, «Спартак» откровенно провалился. В первом, получается, дебютном матче в Еврокубках «Спартак» сыграл в ничью 0-0. Понятно, что результат неожиданный. Обсудим, как ЦСКА выступил в Лиге Чемпионов, как «Спартак» дебютировал в качестве российской команды в Кубке Кубков. Все это будет на моей платформе Boosty. Ссылочка в описании и в закрепленном комментарии. Итак, первое, что хотелось бы в целом отметить, это то, что список получился достаточно адекватным, понятным и, мне кажется, почти что идеальным в плане подбора исполнителей. Есть некоторые вопросы, но на них, скажем так, сам Карпин уже успел ответить. Например, касательно тех же самых Миранчуков, что один сейчас без клуба, Антон, и, понятное дело, вызывать его в сборную как-то не совсем уместно. Это не Игнашевич, который, уже закончив карьеру и не имея клуба, оказался прекрасным защитником для конкретного турнира Чемпионата мира по футболу. Поэтому здесь ситуация иная, и тут Антону нужно сперва команду найти. Алексей Миранчук должен адаптироваться к новому коллективу, к новой стране, поэтому зачем его выдергивать? У Захаряна повреждения, у Головина тоже. В общем, здесь по большинству вопросов, в принципе, Карпин уже дал ответ. Но есть, конечно, определенные нюансы. Например, появление того же самого Матвея Сафонова. То есть здесь, ну, как бы это сказать, вы не брали Чалова и Алексея Миранчука с мотивировкой, что они в новых командах, и что им нужно адаптироваться там, и все в этом духе. А то есть Сафонов, он что, в ПСЖ пятый год играет? По-моему, он только-только туда перешел, поэтому здесь, ну, в данном вопросе не совсем ясно, почему, скажем так, новичков Миранчука и Чалова, которые попали в новые команды, не вызывают, а Сафонова берут. Но, впрочем, здесь, опять же, наверное, Карпин может в случае чего сказать, что это решение Кафанова. Известный факт, что по вратарям здесь все решает именно тренер Галкиперов. Карпин, так скажем, просто подписывает список вратарей, вызванных в команду. Из других интересных нюансов, хотелось бы отметить вызов Анукхи, того самого нападающего, такого таранного, с африканскими корнями, который в свое время пытался заиграть в России, но как-то не сложилось, отправился в Данию, и вот там начал колотить мячи в промышленных масштабах. На фоне этого было интервью у Германа Анукхи, где он, в частности, заявил о том, что готов выступать за сборную России, но, к сожалению, вот меня не вызывают, и в случае чего я за две недели могу получить паспорт Нигерии. Не знаю, повлияло ли это на ситуацию в сборной России, но Анукху вызвали. Хотя здесь вряд ли стоит говорить о том, что Карпин как-то прогнулся под ситуацию, тут скорее вопрос в том, что другие нападающие, ну, скажем так, под вопросом. Галенков проводит слабый старт сезона, Чалов, как мы уже отметили, адаптируется, Соболев, ну, тут вообще без комментариев, и получается, что сейчас особо нападающих-то нет в России, и за рубежом российских нападающих не так много для того, чтобы сформировать заявку. Поэтому здесь, ну, Анукха получил свой шанс, и, может быть, что-то покажет, будет интересно глянуть. Тем более, что, сами понимаете, мультикультурализм, все остальное, ну, и в конце концов мы ждали темнокожих, в том числе россиян в составе сборной России. Потому что одно дело натурализованное, ребята, там, ари или чуйсы, которые вы хотели сделать россиянином, другое дело, вот, пожалуйста, Анукха, наш парень, который добрался до сборной России. В свое время, помните, Брайан Идову ожидался как первый, так скажем, афро-россиянин в составе сборной России, но там как раз в итоге получилось все в пользу сборной Нигерии. Хотя парень наш и родился у нас, и так далее. Ну, вот здесь вот своего шанса дождался. Важный нюанс то, что сейчас фактически базовым клубом для сборной стал Локомотив. И тут даже многие еще возмущаются, что Нинахова не взяли. Потому что, ну, Нинахов тоже неплохо выглядит на старте этого сезона. И если бы его взяли, то там можно было бы почти что полный состав собрать из игроков Лока. Или даже можно было бы, ну, не суть важна. Смысл в том, что даже без Нинахова там огромное количество футболистов из Локомотива, это логично. Потому что если мы посмотрим ведущие клубы России, то здесь, ну, Зенит это легионерская команда, как ни крути, Краснодар. Можно сколько угодно рассуждать про 11 воспитанников теории. На практике вы подписываете очередного легионера из Маль-Йорки теперь уже. Что касается Спартака, ну, оттуда пятерых вызвали. Но, опять же, легионеры тоже занимают много мест ЦСКА. Тоже много легов. И получается, что из ведущих команд России сейчас активно используют отечественных исполнителей Локомотив и Динамо. Но Динамо, скажем так, использует игроков в том числе и вынужденно. Того же самого Лепского ставит в состав и так далее. Потому что латиноамериканцы не все вернулись в нужный момент. Не у всех была возможность сыграть за команду. А Локомотив это действительно история о том, как пришел Галактионов и выстроил достаточно интересную систему. Вокруг отечественных исполнителей, постепенно их подписывал. И вот, пожалуйста, Галактионов, который и раньше занимался, так скажем, ковкой кадров для сборной России в качестве тренера молодежной команды. Вот, пожалуйста, сейчас он, казалось бы, уже на клубном уровне. Теперь уже занят Локомотивом. Но все равно кует те самые кадры для сборной Карпина. В общем, получилось так забавно. Галактионов снова помогает Валерию Георгиевичу. Касательно состава очень много вопросов, конечно, по Глушенкову. Потому что здесь вышло странновато. Долгое время Глушенкова игнорировали в сборной. И если вызывали, то в порядке какого-то исключения. При том, что очевидно, что футболист очень высокого уровня и прогрессирует от дня ко дню. И вот, пожалуйста, его вызывают. Но при этом Глушенков сейчас травмирован. И то есть здесь многие уже строят конспирологическую теорию, что Карпин таким образом поиздевался над Глушенковым. Что он его не вызывал, когда он мог играть. А сейчас вызвал, когда Глушенков вполне возможно пропустит встречи с Вьетнамом и Таиландом. И получается, можно будет и отмазаться в каком-то смысле. Что вот я вызываю Глушенкова. И с другой стороны, получается, можно его и дальше в каком-то смысле игнорировать. Ну, посмотрим, как эта ситуация разрешится в будущем. Но я бы не хотел, вот знаете, думать именно в таком ключе, что Карпин как-то вот пытается поддеть Глушенкова. Скорее, если уж и говорить по факту, то тут, возможно, какая-то оптимистическая оценка от тренерского штаба сборной России есть касательно некоторых футболистов. Что вот, например, и Баринова тоже вызвали, который тоже тут повреждения недавно получил. Может быть, они надеются, что Баринов и Глушенков успеют восстановиться. В конце концов, список-то расширенный, поэтому тут, ну, может быть, в этом логика, а не в том, чтобы поддеть Глушенкова. Касательно невызванных игроков. Ну, здесь, как я уже сказал, список очень большой. И по большинству вопросов Карпин так или иначе ответил в своих интервьюшках. Я бы добавил только, наверное, три вопроса. Это, во-первых, Кокоев. Да, понятное дело, что ПАИНН посредственно выглядит на старте сезона. Но Кокоев, на мой взгляд, это одна из причин, почему ПАИНН пропускает не так много, как они, наверное, заслуживают по ходу матчей. И его, наверное, можно было бы вызвать, например, вместо Солдатенкова, который, ну, на старте сезона меня, например, не впечатляет. Разменять центральных защитников. Но это, наверное, не так принципиально. Опять же, тем более, что оба, скорее всего, будут резервными вариантами. Есть у меня вопросы по Бакаеву. Но, да, но не Зелимхану, а Салтмураду. Потому что Зелимхан, ну, он играет мало по разным причинам. С Зенитом не совсем ясно, почему не сыграл. А до этого, в общем-то, Артига, тренер Химок, ему доверял только ограниченные минуты со скамейки запасных. А вот что касается Салтмурада, он действительно играет постоянно, активно, классно. И, в общем-то, мне кажется, может быть и стоило отметить его успехи вызовом в сборную. Например, ну, не знаю, вместо Мостового. Потому что Мостовой, конечно же, он тут недавно спас Зенит от поражения. Но, в целом, я бы не сказал, что он показывает отличный футбол на старте сезона. Ну и плюс пальцев. Из Махачкалинского Динамо очень мне нравится этот игрок своей работой, полузащитный. И, на мой взгляд, он бы тоже мог пригодиться. Но это, конечно, не тот вопрос, который будет прям принципиальным. Поэтому здесь главная претензия, возможно, к Карпину, это история с Глушенковым. Да и то, здесь, по большей части, наверное, вопрос строится на какой-то конспирологии и теории заговора. Что Валерий Карпин решил вот так вот, я не знаю, поиздеваться над Глушенковым. Посмотрим, в общем, чем вся эта ситуация разрешится. Я имею в виду, сыграть Глушенков или нет. Каков будет окончательный состав. Ну а пока, в целом, наверное, большинство позиций и большинство вызванных игроков вполне себе обоснованы и логичны. Ну и, конечно же, хотелось бы поблагодарить моих платных подписчиков на Бусти, которые поддерживают мой контент чеканной монетой. Валерий Седин, Фил Ричардс, Дмитриевич, Микро Хафилпаф, Серго ФКСМ, Кирилл, Евгений Злобин, Ольга Фролова, Максим Новиков, Алексис, Гладиатор Свау и Тихон. Большое вам человеческое спасибо, дамы и господа. Спасибо за то, что поддерживаете.